вот сюда упал снаряд точка у на улице маяковского дома нет люди погибли мы стоим рядышком со свердловским районным судом города белгорода неподалеку от суда буквально метров 200 300 вот в том направлении 3 июля 2022 года произошел взрыв упала баллистическая ракета . на жилые кварталы города белгорода скажите а вы вы знаете где у вас ближайшее бомбоубежище или какое-то укрытие и никто не сообщает да никто у меня кум здесь живет недалеко в девятиэтажке у меня все время война началась говорит юрий я к тебе приду будет в погребе сидеть там у тебя помидоры есть огурцы вот погреб управление гражданской обороны сообщила мне что именно мчс и засекретила засекретила все адреса этих бомбоубежище где-то середине апреля я начал серьезно задуматься над тем каким образом мне моим родственникам и просто жителям города белгорода спасти свою жизнь в результате бомбовых ракетных или артиллерийских обстрелов города белгорода я обратился к управлению мчс по белгородской области с просьбой разъяснить какие меры предпринимаются для спасения жизней 380 тысяч жителей белгорода есть ли какие-либо бомбоубежище поблизости от моего дома какие проводятся занятия по гражданской обороне подвалы многоквартирных домов автомобильные подземные паркинги подземные пешеходные переходы используются как укрытие от опасностей фугасного и осколочного действия обычных средств поражения начальник главного управления мчс по белгородской области сергей петрович потапов в соответствии с приказом мчс россии убежище называемый в постаречье бомбоубежищами создаются для укрытия наибольшей работающей смены организации и предприятий продолжающих свою деятельность в военное время информация об убежищах и укрытиях имеет ограниченный доступ в соответствии с перечнем сведений подлежащих засекречиванию в мчс россии заместитель главы администрации белгорода по безопасности геннадий михалыч сонев оказывается местонахождение бомбоубежищ является государственной тайны которую скрывают от жителей которые подвергаются данным обстрелом естественно такие ответы не устраивали я сделал новый запрос в результате получил иск от управления мчс по белгородской области о защите чести достоинства и деловой репутации значит что оскорбило господина потапова начальника управления мчс по белгородской области в одном из своих заявлений я назвал его назначенцем я не совсем понял почему это его оскорбило ведь он же человек назначенный на должность они избраны но тем не менее вот в иске содержалась такая просьба чтобы я каким-то образом это эту фразу исправил заседание состоялось 5 июля 2022 года как раз через день после нанесения ракетного удара по городу белгороду где ракета . у предположительно . у взорвалась в густо населенном районе в квартале плотной застройки где было множество частных домиков а вокруг были такие многоэтажные дома здесь большое количество вылеток стекол вот там был балкон и нет балкона после 3 июля тут у нас крыши теперь нет так граммов 150 тяжелый очень тяжелый а это в доме вы нашли нет возле дома это было около дома на входе это в огороде в огороде возле гаража но где-то я видел на первом мичуринском когда-то еще в детстве было написано бомбоубежище детство было уже давно может бомбоубежище у меня 50 лет назад было а так я даже не знаю не буду врать не знаю и вы не знаете куда вам укрыться во время обстрела абсолютно ну и сирены у нас не было не было конечно вот было ночью я хорошо слышал бах бах а третий бах и большое зарево и вот это окно на меня улетела дверь ну и короче жена закричала живой не живой ну и все вышли все на улицу все с района вышли на улицу за месяц до взрывов второго июня мэр рассказал о бомбоубежище в белгороде по его словам бомбоубежище есть на отдельных предприятиях и объектах при этом есть так называемые временные укрытия это подвалы я не вижу необходимости поддаваться панике что кто-то нас обстреливает у нас не объявляют воздушную тревогу это не значит что нужно укрываться потребности в бомбоубежище у нас нет отметил антон иванов а вот комментарии белгородцев к этому посту временные обстрелы на окраинах это не проблема и не угроза люди живущие там судя по всему не люди подвалы закрыты на амбарные замки в нашем доме нет подвалов вот у вас частный дом у вас значит есть свой подвал да но как мы видим ваш подвал тоже разрушился в результате взрыва 3 июля это у час вы видели там я чуть-чуть расчистил а там лежали двери гора кирпичей всего битого но и погреб у вас был завален да да я даже сейчас вот еще не заходил ни разу туда я боюсь а там еще у вас не проверяли никто не заходит все боятся а мчс мчс не заходила и не приходили в судебном заседании я и мои представители снова поставили вопрос перед представителями мчс по белгородской области о том каким же образом жителям города белгорода спасаться при ракетных артиллерийских или же бомбовых обстрелов представители мчс по белгородской области вновь предложили вариант спасения в подвалах многоэтажных домов в углублениях паркингах и подземных переходах однако сами же подтвердили тот факт что многие но практически все подвалы многоэтажных домов закрыты на ключ с целью предотвращения терактов ну получается парадокс белгород живет в прифронтовой полосе каждый день жители города белгорода рискуют попасть под обстрел но в то же время подвалы закрыты юрист выиграл суд у мчс по делу об адресах бомбоубежищ в белгороде судья владислав сорокалетов стал на сторону правозащитника и отклонил иск мчс подчеркнув что правозащитник не совершил ничего противозаконного а лишь хотел узнать информацию ведомства а также высказал в обращениях личное мнение по поводу работы управления мчс с началом специальной военной операции на украине в разы вырос фронт работы спасателей об этом на пресс-конференции рассказал начальник ведомства сергей потапов также он отметил что в белгородской области существует фонд защитных сооружений гражданской обороны бункеры находятся на территории заводов медучреждений и других предприятий которые в случае опасности не подлежат эвакуации а продолжают работу жителям же во время чп рекомендуют не выходить на улицу а использовать в качестве укрытия подвалы и цокольные этажи домов управляющими компаниями тсж значит на информационных стендах размещена информация у кого находится ключ на первом этаже где жильцы от подвала если вы находитесь на улице укрыться можно в тоннеле подземном паркинге и переходе также хотел бы акцентировать внимание на том обстоятельстве что подвалы многоквартирных домов случае прямого попадания снарядов или же ракет вряд ли спасут жителей которые укрываются в подвалах таких домов по той простой причине что рухнувшее здание может погрести жителей под обломками под разрушенными конструкциями здания однако управление мчс по белговодской области так видимо не считает а